На прошлой неделе парламент утвердил поправки к закону о коллективном договоре. Поправки устанавливают, что расторжение срочного коллективного договора требует уведомления за три месяца и расторжение бессрочного договора – уведомления за шесть месяцев. За принятие поправок проголосовали 53 депутата против 40, всего в Регикогу 101 депутат. Законопроект ставит своей целью привести закон о коллективном договоре в соответствии с Конституцией и установить процедурные правила, по которым стороны по прошествии срока действия коллективного договора могут его расторгнуть и считать его в дальнейшем недействительным. Правовая комиссия, которая выступила инициатором проекта, считает, что поправка даст сторонам участницам договора возможность откорректировать свои действия в ситуации, когда известно, что по меньшей мере одна из договаривающихся сторон не хочет продлевать договор. Против этих поправок резко выступили профсоюзы. Большая часть прошедших запастовок по всей Эстонии была направлена именно против этого положения. Выступавший против закона проекта от имени социал-демократов Эйки Нестор сказал в Регикогу, что поправки дают слишком много власти работодателю. Против проекта высказалась и Центристская партия. По действующему закону коллективный договор заключается на определенный срок, но по его прошествии у сторон сохраняется обязанность и дальше выполнять этот коллективный договор. Поправки должны вступить в силу с 1 мая 2012 года. Жители города Нарва поделились своим мнением о том, как они отнеслись к тому, что данные поправки были внесены в законопроект. Продолжать торговку. Не отчаивать, что так получилось продолжать. Доставать и так далее. Продолжать. Своё дело. Вы считаете, что дальше продолжают? Также продолжают, потому что ничего не понимает правительство. Очень живо. Они всё равно на самом деле слышатся. Я сама на втором человеке в Союзе. Я согласна со всеми действиями. Но как мы видим себя работодателю, всё равно не отступят от своего правительства. Я думаю, что... Но мы, конечно, одно всё слышали. Безусловно. Или бы так всё сложно. Но, наверное, всё-таки потихонечку надо как-то отстаивать свои права. Вот чтобы ничего не предупреждать. Что-то такого сильного абсолютно не надо. Что-то нормальное государство. Ну, я думаю, что всё до сознания правительства должно дойти, как говорится. Всё это. Всё-таки они люди. Я думаю, что всё равно должно всё встать. Круги своя. И на хорошие, и, как говорится, на порядочные. Я думаю, что всё должно образоваться. Конечно, но потихоньку, может быть, надо о себе напоминать про Союзников. Чтобы не забывали. Я думаю, что всё наладится. Хочется надеяться. А как вы можете дальше продолжать? Вы знаете, ну, может быть, как-то чередовать всё это. Может быть. В общем-то, во всех, посмотрите, странах мира, но это вообще-то ужасно во всей Европе, что происходит. На пытку. Нас бы не хотелось того, что было, как говорится, и в Испании, и в Лондоне. Но я думаю, что вот так, как было, это, наверное, в общем-то, такой порядочный и спокойный, как говорится, выбор. Вот. Потому что не надо сильно ничего обострять. Потому что мы и так очень маленькие, и нас так мало, в общем-то, вот, что русских, что эстонцев. Вот. Ну, напоминать о себе нужно. Нужно. И, конечно, я думаю, что будут всё равно собираться и работодатели, и профсоюзы. Я думаю, что всё равно придут к какому-то более спокойному консенсусу. Я думаю, что всё будет хорошо. Вам, молодёжи, надо тоже жить, и чтобы для вас тоже всё было хорошо. Всё идёт своим чередом, но я думаю, что нужно напоминать профсоюзникам, организациям, что вот всё-таки они есть. Я думаю, что всё равно наладится. Всё-таки канцлер права, видите, тоже молодец. В чём-то вон там, вот, то, что там неправильно было решение помогать, там, вот, Греции, там, и с этими денежными проблемами, компенсациями. Но, как бы там ни было, вот он немножко на нашей стороне был. В общем-то, молодец, что он есть, молодец, что он сумел. Потому что, если так ведь, знаете, вот я вышла, да, там где-то что-то. Нет, так не бывает. Самый добрый человек очень грамотный, во всём очень разбираться. Так что я думаю, что он тоже какую-то помощь внесёт в свой леп. У нас есть какие-то нарушения конституционные. Ну, я думаю, что он поможет стать, наверное, на круги своя, на более положительные. Во вторник, 20 марта, парламент завершил первое чтение поправок к закону о трудовом договоре, в котором предполагается отменить положение о выплате страховой компенсации по безработице лицам, увольняющимся по собственному желанию или договорённости сторон. Предложение и дополнение к проекту поправок можно представлять до 16 часов 3 апреля. Предложение фракции Центрической партии и социал-демократов отменить проект поправок было отклонено 49 голосами против 38. В июне 2009 года парламент принял инициированный правительством закон о трудовом договоре и поправки к закону, согласно которым менялась регуляция, установленная законом о трудовом договоре от 17 декабря 2008 года. И компенсации уходящим с работы по собственному желанию или по соглашению сторон откладывались до 1 января 2013 года. Продолжение следует...